всем добрый день дорогие друзья уважаемые зрители youtube-канала компания маркетс на связи микрофон которым я разбираю сделки по рассказываю о том что сейчас происходит на рынке и как в целом надо торговать на следующей неделе с 10 до 14 августа 2020 года слушайте август месяца даже сложно выговорить что это уже август быстро время летит вроде как еще недавно помню была зима это уже это уже и ковин 19 даже закончился уже ждут какую-то вторую третью волну корона кризиса вот-вот и по поводу корона кризиса пока все ждут вторую или третью волну корона кризиса фондовый индекс nasdaq 100 в частности очередной раз обновляет максимум и в очередной раз показывает нам хорошую доходность и пока все вот эти горе аналитики говорят о том что будет жесткое падение мы в принципе на этом зарабатываем и и получаем доходность от роста рынка вот и так в целом что у нас сейчас произошло и какие надо им нет основные такие новости что были за эту неделю и чего нам ожидать будущем первый из там самого важного и самого основного то что произошло это в понедельник 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 сейчас его включу вам прям покажу вышли данные по бизнес-конфиденс или же индекс пим пимя и настроение бизнеса настроение бизнес вас выросла до 54 2 процента раньше было 52 то есть фактически на данный момент бизнес виде что будет увеличиваться объем продаж будет увеличивать производство и как результат раз идет уже и увеличение производства бизнесе и и рост непосредственно продаж это все приведет к тому что и безработица будет падать на данный момент вышли данные предварительные по попу по не по нон-фармам вот и ниша добра склэйм видим с каждым с каждой неделей все меньше и меньше и соответственно ближайшее время ожидаем и падение безработицы и восстановление непосредственно потребительского спроса пока из негатива такого что может повлиять на фондовые рынки это непонятная ситуация с выплатами для вынужденно безработных которые пока затягивают собственно идет борьба между демократами и республиканцами сейчас же выборы и соответственно перед выборами никто не хочет упасть лицом гулять все хотят показать что наши мы самые крутые нашего наша власть сильнее ну и соответственно идет в такие тюрки люди пока страдают но это как бы дополнительный доп выплаты это не выплаты постоянно собственно те которые основные это был выплаты только доп соответственно пока пока люди никакого негатива в этом не видят и если посмотрим на фондовый индекс в частности s&p 500 растет и обновляет и прошлое недельные максимумы уже переградут и идет на обновление максимума февральского то же самое мы видим что индекс нас до 100 обновляет просто космические свои максимумы сегодня рост на 129 процента это очень это очень большой рост просто бешеный рост который который мы собственно и наблюдаем поэтому что будет дальше я думаю что еще вырастем где-то к двести восьмидесяти ну и там будет какая-то строка когда небольшое коррекционное движение после чего дальнейший рост к 300 по индексу нас до 100 мы вполне вероятно увидим если то брать чисто по индексам от 11 тысяч 248 то есть где-то 11 500 как минимум мы дойдем по s&p 500 3 500 это наша минимальная цель ну первая будет 34 стологично потом будет 3500 то есть тоже пока ждем 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 и обновление максимума и собственно их перехали вот на это есть все основания начиная от восстановления экономики заканчивая тем что а во что другое ложится ведь например те же гособлигации сейчас дают максимально низкую доходность если быть даже максимально точным то гособлигации сша дают но десятилетки 0 51 процент двадцать летний там 30-30 летний 1 12-18 процентов в год то есть очень-очень низкие доходности трехмесячные вообще 0 1 процент годовые дают 0 12 это очень маленькая доходность понятно дело значительно ниже чем инфляция видим что и это эти доходности падают ну и собственно пока нет никакого интереса для вложений вот такие рынки в сша в то же время золото растет потому что и во первых и инвесторы немножко боятся того что фондовые рынки уже слишком сильно перегреты соответственно себя хеджируют это раз строим почему собственно растет сырье большая денежная масса накачали идея экономику деньгами и тем самым логично что и сырье пойдем начнет расти в цене потому что увеличивается инфляция растет цена автоматом и за счет того что увеличилась объем денег вот и получается такая картина объем денег увеличился объем производства и активов в натуральном выражении остался неизменным логично что и цена его будет красиво собственно то что мы видим частности сейчас по золоту там дальше по нашим любимым фондовым они фондовым наш по нашей валюте на данный момент из таких ключевых новостей которые выходят на следующей неделе это данные по первой инфляции в сша сегодня собственно тогда когда вы смотрите это видео выйдут данные по безработице сша и наши любимые нон фармы в принципе думаю что безработица упадет а если безработица упадет это уже будет сигнал на то что экономика идет на восстановление соответственно фондовые рынки тоже вырастут вот валютная матрица нас не поменялось пока все остается неизменным доллар и она у меня была написана сильная продажа уже достаточно долго и что мы видим что в принципе вот это сильная продажа и продолжается вот теперь что касается сделок и того чтобы что мы заходили продали американский и продали евро доллар пока мы находимся в минусе но принципе я этого и ожидался пока ждем во флете и ждем когда он упадет по фунту на данный момент честно говоря мне хотелось бы его продать все-таки мы уже находимся на исторических максимумах отсюда мы видим уже не один раз рынок падал и в целом на данный момент такая ситуация что фон что именно фунт уже отсюда должен пока в минимум пойти на небольшую коррекцию где-то к уровню 1.3 вот поэтому здесь я бы его рассматривал для такой небольшую продажу король коротенькую как это время говорить продажу и с целью где-то на 1.3 поэтому продаем так дальше доллар франк на данный момент находится на своих исторических минимумах честно говоря на фоне того что и ожидаются падение евро больше и ожидается рост фондовых индексов швейцарский франк я бы больше рассматривал на покупку уже здесь у нас даже уже нарисовался хороший сигнал на покупку и поэтому доллар франк я бы взял его вверх дальше доллар иена пока нас уже две покупки есть поэтому сидим ждем нзд иена пока ничего нзд и у нас продажа пока растет тоже его пока не трогаем ждем теоретически должен стабилизироваться и как минимум на коррекционные движения пойти доллар канадец пока канадец к видим укрепляется но я честно говоря жду больше укрепления доллара ближайшее время ближайшее время это несколько месяцев поэтому доллар канадец пока сидим в сделках так аудо езда у нас продажа по как видим аудо езда немножко подрос поэтому ждем дальнейшей стабилизации дальше ауткад изменен аутфранк ничего все во флете все во флете кат франк во флете к оде на тоже не интересно швейцарский франк иена мы его не торгуем евро а вот пока в плюсе но сильного движения нам не дало ждем еврокат я моим с вами заходить собственно на прошлом эфире я его закрыл после вот такого сильного движения потому что здесь пока нет основных сильных оснований на то чтобы он очень круто упал поэтому пока жду если будет еще какой-то сигнал на продажу то зайду дальше евро франк пока во флете ничего не делаем так секундочку другую сторону евро фон тоже самое флэт ничего не делаем евро иена здесь возможно будет хорошая продажа уже мы находимся на максимумах если завтра зайдем ниже уровня в случае можно попробовать продавать так евро и пока ничего фуда вот почти даже у нашего первого входа пока стабилизация но в целом я его ждут дальнейший рост фон канада пока ничего фон франк тоже самое флэт фонд ничего футенов нзд канада ничего доллар рубль черт возьмет по нашему плану но пока заходов как таковых нет золото шикарно выросла пока я думаю что возможно и будет к это греции но целом по золоту я рассказывал у нас цена будет 2440 это первая цель 2 2 500 и вообще такая самая максимальная цель это если реально будет 2 волна корона кризиса это может даже до 5000 долларов подойти то есть уводится но это такой дальний дальний долгосрочной перспективе пока цель где-то в районе 2 500 по биткойну стабильно растем ближайшие цели это 15000 поэтому кто сидит биткоине сидите дальше платина тоже собственно как и все свое nasdaq шикарный пошел в рост я его больше не покупал но видим хорошо дал себе жизни то же самое если 500 уже практически обновляем свои максимумы я думаю что где-то в этом диапазоне psnp уже будет какое-то коллекционное движение вот и ну собственно наш индекс страха пока снижается сидим в нем ждем что будет далее вот пока такая вот ситуация основные сделки я вам рассказал спасибо всем огромное за поздравление кто меня поздравил с днем рождения мне очень очень приятно и я сразу почитал сколько людей досмотрела до конца и соответственно оставила свои поздравления собственно и а я что я вам спасибо всем говорю и увидимся с вами ровно через неделю торгуйте инвестируйте зарабатывайте деньги и будьте успешными с вами был михаил ричард